Когда патрульная полиция Украины расстреливает пассажира БМВ, представители МВД говорят, не стоит волноваться, так происходит в США, а потому Украина живет как в США. 3 июля в Киевской области произошло резонансное ДТП. Пьяный начальник отдела грузоперевозок Укрзалезницы Иван Федорко на автомобиле Audi Q7 в лобовую протаранил машину журналиста ЛБЮ Макса Левина. Супруга репортера получила тяжелые травмы и попала в реанимацию. Сам Федорко начал размахивать корочкой помощника главы Совета ветеранов МВД и убеждал, что все порешает. На ЛБЮ вышла статья об этом. Шеф-редактор издания Соня Кошкина сообщила, что патрульная полиция забрала Федорко в больницу для прохождения медосредствования на алкоголь. Но Федорко просто сбежал из этой больницы. Ситуацию сразу же прокомментировал советник главы МВД Антон Гераченко, который написал такое. Пьяный негодяй сначала размахивал удостоверение помощника председателя Рады ветеранской организации МВД, а когда новые патрульные полицейские объяснили ему, что ксивы больше не работают, сбежал из больницы, где должны были проводить освидетельствование на алкоголь. Иван Федорко разыскивается сотрудниками уголовного розыска, думая, что спрячется у кого-то из друзей, ожидая, когда выветрится алкоголь. Но это ему не поможет. Ивана Федорко и его покровители предупреждают. Дело замять, как обычно, надеяться в таких случаях не получится. Придется отвечать по закону. Когда Антон Герасченко, будучи главой городадминистрации, сдавал на металлолом чертово колесо, а деньги пробухал, я ходил на судебные процессы, а по ночам писал юридические документы. Потому бредник Герасченко на меня не действует. 6 июля опубликовал статью на сайте Дорожный контроль о том, что Федорко избежит серьезной уголовной ответственности. Дело в том, что согласно инструкции МВД, в разе скоюня дорожно-транспортной приводы, у наслідок якої є особи, що загинули або травмовані, проведення огляду на стан сплініння учасників цієї пригоди є обов'язковим у закладі охорони здоров'я. З метою забезпечення достовірності результатів огляду водіїв транспортных засобів, які мають бути оглянути заклади охорони здоров'я, поліцейский забезпечує доставку цих осіб до неближчого закладу охорони здоров'я не пізніше, ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення. Однака, будучи задержанным сотрудниками патрульной полиції, яким-то чудесним образом Федорко збіжав із медочереждення, а патрульна поліція не змогла нічого з цим зробити. В статті 266 КУПАП чітко указано, що огляд особи на стан сплініння, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним. Таким образом, поскольку Федорко не прошел медосмотр в первые два часа все последующі исследования не будуть приниматися во внимание. В той же день я записав видеоролик, де сказав такі слова. Так я прогнозирую, що це уголовне дело буде розвалено. Але об цьому вам розкажуть примерно через год. По-тихому це все решиться, коли вже об цьому ДТП все забудуть, і скажуть, ну, извините, так получилось. Фанаты полиції тогда мені сказали, та що ти париш, ведь побег Федорко із больниці означає його отказ от медосмотра. Однак глупенькі фанаты полиції не знают, що отказ от медосмотра фиксирується в присутствие двух свидетелей под протокол, чого сделано не було. 12 декабря на сайте «Украинская правда» виходить статья з громким заголовком. Экс-чиновника, который в'їхав в машину журналиста, посадили на два года. Информация была взята с официального сайта управления полицией Киевской области. Два года ограничения свободы и два года лишения права на управление транспортным средством получил водитель Audi Q7, который 3 июля этого года на дороге Бойерко-Заборье влетел в автомобиль фотокорреспондента. Было указано в сообщении. Журналист Макс Левин сразу же отреагировал. Слушайте, это неправда, что Федорко получил два года ограничения свободы, по крайней мере, по делу о ДТП. Суд первой инстанции постановил штраф. Апелляцию подали, но первое заседание будет только 5 января. Проверяйте инфу УП. Управление полицией сразу же удалило сообщение о том, что Федорко получил два года тюрьмы и написало опровержение. Однако копию этого сообщения я нашел на официальном сайте управления превентивной деятельности национальной полиции Киевской области. Сотрудники следственного управления полиции Киевщины качественно провели и завершили досудебные расследования дорожно-транспортных происшествий. Два года ограничения свободы и два года лишения права на управление транспортным средством получил водитель Audi Q7, который 3 июля этого года на дороге боя к Розаборье влетел в автомобиль фотокорреспондента. В комментариях «Украинской правде» пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович сказал такие слова. Когда мы начали уточнять, оказалось, что действительно есть решение относительно штрафа в 8,5 тысяч гривен и на полтора года лишения управления автомобилем гражданину Федорко. Жукович подчеркнул, что на судебном заседании нацполиция просила суд учесть, что человек, совершивший ДТП, находится в нетрезвом состоянии. Но физически взять анализы не было возможности, так как он из больницы исчез. Затем его через сутки нашли в другой больнице, где он прошел определенный курс терапии. «Анализы крови показали, что он трез суд, учел не показания свидетелей и показания первого врача, а те данные, которые были в материалах производства информации из второй больницы», пояснил Жукович. А судья ничего другого и не мог написать в своем решении, ведь патрульная полиция отпустила Федорко и не составила в присутствии двух свидетелей протокол за отказ. А раз нет протокола за отказ или за управление по ст. 130, то и нет оснований у суда признавать человека виновным данным правонарушений. Но полоумные фанаты полиции тогда меня не слушали. У вас возникнет вопрос, а почему же бухое ДТП с пострадавшими стоит всего 8500 гривен, что равняется примерно 300 долларов. «Совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения по Уголовному кодексу является отягощающим обстоятельством, но поскольку благодаря патрульной полиции это доказано не было, Федорко получил лишь такой вот штраф. Интересно, что по статье о совершении ДТП с пострадавшими наказания меньше, чем за сам факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии». Пару месяцев назад по инициативе партии «Народный фронт», членом которой является Антон Герашенко, штраф за управление авто в нетрезвом виде подняли до 10 тысяч гривен. Вот и получается, что в Украине, будучи бухим, отправить в реанимацию человека дешевле, чем просто сесть бухим за руль. И с украинской патрульной полицией не стоит волноваться, ведь она позволит вам сбежать из больницы. А возможно ли такое в США? Об этом Антон Герашенко почему-то умалчивает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok